Здравствуйте, друзья! Меня зовут Поляков Николай, команда Госплюс. Это будет небольшое видео про выбор номинальных токов автоматических выключателей. Приятного просмотра! Довелось на днях посмотреть видео Дмитрия о выборе автоматического выключателя. Ссылку на это видео оставлю в описании. Основной посыл видео состоит в том, что автоматический выключатель номинальным током 25 ампер допускается устанавливать на линию сечением 2,5 квадратных миллиметра, которая питает в том числе и приборы, подключенные к степсельным розеткам. Дмитрий в видео допустил ошибку, а точнее не дочитал ГОСТ, что перечеркивает все его рассуждения на данную тему. Для начала определимся с исходными данными. Что защищает автоматический выключатель? Несмотря на то, что в ГОСТах это давно указано, споры не прекращаются. Кто-то говорит, что автоматический выключатель защищает механизм розетки и саму розетку. Кто-то говорит, что автоматический выключатель защищает кабель. Кто-то говорит, что автоматический выключатель защищает удлинитель, шнур электроприбора, подключенного к розетке и так далее. В данном видео я буду пользоваться двумя ГОСТами по согласованию защит. ГОСТом на кабельную продукцию и ГОСТом на автоматический выключатель. Вот мы открыли ГОСТ R505701443. Смотрим области определения. В частности, примечание номер 3 нам говорит, что устройство защиты проводников согласно стандарту не обязательно защищает оборудование, соединенное с проводниками. Открываем ГОСТ 30331595. Открываем общие требования. В частности, из общих требований можно понять, что автоматический выключатель защищает именно кабельно-проводниковую продукцию. Из этого можно сделать вывод, что автоматический выключатель защищает именно кабельно-проводниковую продукцию и уже потом по остаточному принципу защищает все оборудование, которое идет после кабельной продукции. Открываем ГОСТ 31996-2012 года. Допускаем, что у нас будет кабельная линия ВВГ и НГЛС сечением 3х2,5 мм2. Открываем таблицу 19. Выбираем сечение 2,5 мм2. Смотрим длительный допустимый ток, который составит 27 А. Открываем таблицу номер 18. Изоляция кабеля ВВГ состоит из ПВХ. Допустимая температура нагрева жил в обычном режиме 70 градусов, в аварийном режиме перегрузки 90 градусов. Что же такое режим перегрузки? Смотрим пункт 10.9. Нас интересует коэффициент 1.16 для воздуха, потому что кабель у нас проложен в воздухе. Соответственно, при умножении номинального тока на 1.16 получается ток аварийного режима. режима перегрузки, который допускается для кабеля. Как мы видим, что кабель можно перегрузить всего лишь на 16%. Некоторые производители пишут, что перегрузка допустима в течение 8 часов за 1 сутки, но не более 1000 часов перегрузки за весь срок эксплуатации кабеля. При пропускании токов 116% от номинала температура жил кабеля составит 90 градусов, что уже немало. В этом случае в кабеле начинаются процессы, связанные с деградацией изоляции, в частности, ускоренное ее старение. Именно поэтому, как я думаю, производители указывают максимальное количество часов за весь срок службы, который допускается по перегрузке. Вернемся к ГОСТу, на который ссылается Дмитрий. Открываем главу 433.2. Вы перед собой видите две формулы. Формула номер 1 говорит о том, что расчетный ток цепи должен быть меньше или равен номинального тока автоматического выключателя. При этом номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше или равен длительно допустимого тока кабеля. Формула номер 2 вводит понятие тока гарантированного срабатывания защитного устройства за заданное время. Для автоматических выключателей до 63 А заданное время составляет 1 час. Для того, чтобы автоматический выключатель сработал за заданное время, его надо нагрузить током в 1.45 номинального тока. То есть формулу номер 2 мы подставляем 1.45 на и номинальный автоматического выключателя, 1.45 у нас сокращается, мы приходим к значению первой формулы. И тут Дмитрий намеренно или ненамеренно совершает ошибку, он не читает примечания и вообще не берет в расчет примечания. В частности, примечание говорит, защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях. Например, от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем И2, это 1.45 номинального тока автоматического выключателя, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение. При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не час. Для штепсельных розеток, ну, мы вообще не можем спроектировать какие-либо перегрузки, потому что мы не знаем количество конечных потребителей, и туда может быть включено все, что угодно. Мы начинаем рассуждать бинарным образом. Возможны перегрузки такие или невозможны? В данном случае перегрузки такие возможны, потому что мы не знаем конечных потребителей. На этом определились. Давайте еще посмотрим другой ГОСТ, потому что он мне больше нравится по подробности описания, хотя он говорит об одном и том же. Открываем ГОСТ R 505-71-443, открываем главу 433, видим те же самые формулы, и открываем примечания, которые несколько отличаются, хотя несут одну и ту же смысловую нагрузку. Читаем. Если защита в соответствии с этим пунктом возможна не обеспечивать защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего чем О2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. Почему тут не рассматривается понижение номинального тока автоматического выключателя? Потому что мы отталкиваемся от расчетного тока цепи. То есть у нас уже как бы был расчетный ток, и мы ниже расчетного тока спуститься не можем. Единственное возможное решение это повысить, соответственно, сечение проводника. Но опять же, в случае, когда мы расчеты не производим, когда у нас есть линия штепсельных розеток, где все очень поверхностно, смутно, в этом случае мы имеем возможность понизить номинальный ток автоматического выключателя, и это условие будет соблюдаться. Теперь давайте посмотрим иллюстрацию, которую я немножко дорисовал. Это иллюстрация из ГОСТа 505-71-443. В частности, что мы перед собой видим? У нас имеется шкала тока слева направо. У нас имеется расчетный ток, ее специально я стал указывать, потому что для штепсельных розеток это довольно-таки смутная категория. У нас есть номинальный ток автоматического выключателя. В данном случае это 25 А. У нас есть длительно допустимый ток кабеля в 27 А. При этом мы знаем из ГОСТа, что при токе 27 А температура кабеля составит 70 градусов Цельсия. У нас есть ток 31,3 А, это 27 А умноженный на 1,16. Это режим перегрузки для кабеля, при этом температура жил кабеля составит 90 градусов Цельсия. И свыше этой температуры кабель нагревать не допускается. И у нас имеется значение 1,45 на номинальный ток автоматического выключателя. Это 36,2 А. Что мы видим на иллюстрации? В интервале от 31,2 до 36,2 защита не будет обеспечена. Температура кабеля превысит 90 градусов и никто, ни производитель, ни монтажник, ни владелец квартиры, если это в квартире сделано, не даст гарантии того, что кабель будет гарантированно работать, то есть в та области, где может произойти авария. То есть в этом интервале кабель не защищен. Вот небольшое видео для Дмитрия. Немного прогнал кабель на токе в 36 А. Температура у меня здесь в гараже 4-5 градусов Цельсия. Температура кабеля местами 120 градусов Цельсия. И можно посмотреть, что превратилась изоляция. Вот это я беру и вот таким вот образом извлекаю. Вот это изоляция жил. Это опять же кабель, который имеет еще неплохое охлаждение. А вот изоляция жил. Что хочется сказать в итоге? Допускается ли устанавливать автоматический выключатель номинальным током 25 А на линию с сечением 2,5 мм2? Ответ да, допускается только на линии, в которых невозможно возникновение длительных перегрузок. Например, у нас имеется три обогревателя мощностью по 1800 Вт, которые привязаны непосредственно к своим розеткам, например. То есть никогда не будет меняться. В этом случае да, допускается установить такой автоматический выключатель. И по формулам, приведенным в ГОСТах, защита будет обеспечена. Можно ли устанавливать автоматический выключатель на 20 А на линию с сечением 2,5 мм2? Да, можно. Во всем диапазоне кабель будет защищен от перегрузки. Даже в диапазоне от номинального до тока гарантированного срабатывания И2. В этом случае у нас будут не защищены штепсельные розетки, но опять же, штепсельные розетки нас ГОСТ защищать не обязывает. Можно ли устанавливать автоматический выключатель на 16 А на линию с сечением 2,5 мм2? Да, можно. В этом случае у нас кабель защищается во всех интервалах работы. Даже в интервалах работы от номинального до И2. При этом у нас еще дополнительно будут защищены штепсельные розетки. Мы сделаем поправку на заниженное сечение. То есть мы сделаем поправку на прокладку пучками, которую так любит Дмитрий, которую пропагандирует Дмитрий. В этом случае мы вот эти вот факторы компенсируем этим. В сумме, в купе. По классификации последнего ролика Дмитрия попадают наверняка в третью категорию. Так что всем, кому интересно, присоединяйтесь. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До связи. Ну а третье обоснование, самое распространенное, в котором никто, к сожалению, никогда и не признается. Я нигде не учился, я нихера не знаю, я начитался форумом, я насмотрелся ютуба, и я хочу заниматься электромонтажом. Субтитры сделал DimaTorzok